Здравствуйте! С вами программа «Спорт.Про» в студии Сергей Лишенко. Смотрите в сегодняшнем выпуске. Итоги 24-го тура казахстанской премьер-лиги по футболу, промежуточные результаты веломногодневки Вуэльта, а также победы казахстанского хоккейного клуба в турнире «Каменный цветок». Подробности в ближайшие 10 минут. В столичном ледовом дворце Алау завершился международный турнир по фехтованию, в котором приняли участие около 200 спортсменов из России, Кыргызстана и Казахстана. За неделю атлеты разыграли 18 комплектов наград в личном и командном первенстве среди юниоров, кадетов и взрослых. За звание лучшего спортсмены боролись в фехтовании на саблях, храпирах и шпагах. По итогам турнира определился состав национальной команды на летние азиатские игры, которые стартуют 19 сентября в южнокорейском Инчхоне. Отметим, что Казахстан выступил с полной силой, забрав 12 медалей в одиночном разряде и 4 в командном выступлении. Также конец лета ознаменовался чемпионатом мира по дзюдо, прошедшим в Челябинске. В личном первенстве нашим спортсменам Айбеку Ямашеву Ертургану Туренову удалось подняться только до пятого места. Замкнул пятерку лидеров Казахстан и в командном первенстве. В один из заключительных дней чемпионата была организована церемония передачи флага от Международной федерации дзюдо представителям Астаны, где уже в следующем году будет проводиться очередной чемпионат мира. В конце августа в Астане состоялся международный турнир всемирной серии гран-при по тайквондо. Участие в соревновании, проходящем по восьми олимпийским категориям, принимали более 200 лучших спортсменов, обязательно входящих в топ-35 мирового рейтинга. К сожалению, никому из девятерых спортсменов, представляющих Казахстан, не удалось пробиться в тройку сильнейших. Сказался опыт многократно титулованных соперников. Завоевать золото удалось представителям Франции, Хорватии, США, китайского Тайпея, Ирана, России, Испании и Китая. Лидер команды Астана Моторспорт Артур Ардавичу занял третье место по итогам восьмого этапа Кубка мира Баха Польши 2014. Гонка проходила по территории одноименного государства три дня, в течение которых участники преодолели почти 800 километров. Президентский профессиональный спортивный клуб Астана был представлен на международном соревновании одним грузовым экипажем команды Астана Моторспортс. Проявив свое спортивное мастерство, казахстанский экипаж занял третье место в общем зачете по итогам польской Бахи. В казахстанской премьер-лиге прошел 24-й тур чемпионата. Футболисты Тараза на домашнем стадионе обыграли золотокурганский щит ИСУ. Открыл счет Жакеб Кожамберды, увеличить разрыв удалось Олегу Недашковске. Гости встречи не смогли распечатать ворота хозяев, итог встречи 2-0. Матч между Кайсаром и Ордабасы закончился в пользу козелординцев, итог встречи 1-0. А вот семейский Спартак обыграл Табол со счетом 2-1. Еще один матч состоялся в Атерау, где нефтяники принимали Павадарский ртыш. Игра закончилась со счетом 2-1 в пользу хозяев поля. В первой шестерке лидирует сыгравший в 23 матчах Кайрас с 24 очками. Следом команды из Актобе в 22 матчах заработавшая 22 очка. Третья строчка за игроками столичной команды. В нижней таблице аутсайдеров турнира лидирует Атерау с 18 очками. Следом Житесу и Тараз заработавшие 15 и 14 очков соответственно. А вот за право остаться в турнире по-прежнему борются Иртыш, Спартак и Табол. В Англии завершились матчи третьего тура премьер-лиги. По-настоящему зрелищным стал матч Эвертон-Челси, в котором синие одержали красивую победу. На первых же секундах игры гол забил новичок Челси Диего Коста. А уже через две минуты Бронислав Иванович увеличил отрыв. Забить и ответный гол хозяевам поля удалось лишь в конце первого тайма у Селима Кевина Миральеса. Второй тайм стал просто подарком для болельщиков, когда Шеймус Коулман забил автогол, а еще через две минуты Стивен Нейсмит сделал счет 2-3. Игроки Челси на этом не останавливали сильный манья Матич отправил еще один гол в ворота Эвертона, нападающий которого Сэмюэль Этоо тут же забил ответный гол. Не успели хозяева поля порадоваться, как Рамирес на 77-й минуте изменил счет на табло. Точку в этом матче поставил все тот же Диего Коста, оформив дубль. Счет матча 3-6. В турнирной таблице сейчас лидирует Челси, выиграв три игры подряд, следом с Монси-Сити, также с тремя победами, но меньшей разницей мячей. Последние две строчки заняли Кристал Фейлос и Бернли, проиграв в двух матчах и сыграв по одному разу в ничью. Матчи второго тура Испанской Ла Лиги также преподнесли сюрпризы. Реал Мадрид в гостях сенсационно проиграл Реал Сосъедаду. На пятой минуте Серхио Рамас отправил мяч в ворота хозяев поля, а на одиннадцатой Гаррет Бейл укрепил преимущество. Однако игроки Сосъедада так быстро не сдались, и на 35-й минуте Индиго Мартинес забил гол. Через шесть минут Давид Сурутуса сравнял счет, а на 65-й минуте оформил дубль. Точку в матче на 75-й минуте поставил Карлос Вэлла. Итоговый счет 4-2. В другом интересном противостоянии на стадионе Эль Мадрид Гал сошлись недавние соперники Астаны Вилья Реал и Барса. Хозяева поля оказали достойное сопротивление Синегранатовым, однако на 82-й минуте Сандро Рамирес сумел таки распечатать ворота подводников. Счет игры 1-0. После второго тура лидирует Барселона, заработав 6 очков. На второй строчке Валенсия с четырьмя очками, на третий Сельта. Кордова и Эльчи занимают 18-ю и 19-ю строчки с одним очком, а Леванты не заработают ни одного очка на последнем месте. В Германии набирает обороты новый сезон Бундеслиги. Во втором туре прошлогодний чемпион Мюнхенская Бавария потеряла 2 очка на выезде в матче против Шальки 0-4. Свой первый матч за Баварию сыграл перешедший из Реала Хаби Алонса, однако отличиться в матче удалось другому новичку команды Роберту Ливандовске. Именно он открыл счет на 10-й минуте после хорошей передачи Себастьяна Роде. На 62-й минуте матча Бенедикт Хеведес сделал счет равным. Итог 1-1. Главный соперник Баварии за титул чемпиона Дортмундская Барусия на выезде играла с Аугсбургом и сумела набрать первые очки в чемпионате. На 11-й минуте счет открыл оправившийся после травмы Марка Ройс, разыграв красивую комбинацию с Гройс Кройцем. Спустя всего 4 минуты Попаста Топулос увеличил разрыв, а вышедший на замену Адриан Рамос на 79-й минуте довел счет до разгромного. Далее в матче забивали только футболисты Аугсбурга. Баба Дилия на 83-й минуте и Тим Матовш на 91-й. После двух туров команды в таблице расположились следующим образом. Лидирует Байер, далее идет Федерборн 0-7, замыкает тройку Хофенхайм. Штутгарт, Гамбург и Аугсбург остаются в зоне выреза. Тем временем во французской лиге 1 уже идет борьба за каждую позицию. После четвертого тура лидирует клуб Бордо с 10 баллами. Следом идет Парис Сен-Жермен, набравший в четырех встречах 8 очков. В зоне вылета по-прежнему остаются Эвиан, Реймс и Гэнгам. В Италии вслед за ведущими чемпионатами стартовала серия А. По итогам стартового тура шесть клубов добились успеха, заработав по три очка. По разнице забитых и пропущенных голов на первой строчке расположился Милан. Фиорентина, Эмпали и Лаццо замыкают турнирную таблицу. В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов 2014-2015. Всего участвовало 22 команды, которые попали в групповой этап напрямую и 10 клубов, прошедшие через раунды плей-офф. По итогам жеребьевки так называемой группой смерти можно назвать группу Е, в которой сойдутся Манчестер-Сити, Бавария, ЦСКА и Рома. Групповой этап стартует 16 сентября. Также в ходе церемонии была вручена награда лучшему футболисту Европы по версии УЕФА. Им стал Криштиану Роналду, опередив Мануэля Нойера и Альена Робена. В Екатеринбурге состоялся предсезонный хоккейный турнир «Каменный цветок». Его история насчитывает более 40 лет. Победу одержал столичный клуб «Борыс». Останчане с первого матча вырвались вперед. Автомобилист, несмотря на хорошую игру, уступил в овертайме со счетом 2-1. На следующий день выигрышная серия была продолжена. «Лада из Тольятти» проиграла нашим со счетом 3-1. В третий день соревнований хантамансийская команда «Югра» также оказалась слабее барыстовцев 2-1. В финале казахстанцы снова встретились с хозяевами чемпионата, которые на этот раз показали жесткую игру. В третьем периоде при равном счете 1-1 Борысу удалось пробить ворота соперника трижды, тогда как автомобилист смог забросить еще только одну шайбу. Итоговый счет 4-2. Отличились Дастин Бойт, Константин Руденко, Роман Савченко и Найджел Доус. Последний турнир «Большого шлема» в этом сезоне близок к своему завершению. Нынешний US Open, как и ожидалось, принес немало зрелищных матчей и сенсационных побед. Как обычно, количеством интригующих встреч отличилась женская сетка турнира. Матчем сенсацией стал вылет пятой сейной Марии Шараповой, которую ожидали увидеть в финале. В матче, длившемся 2,5 часа, она уступила со счетом 4-6, 6-2, 2-6. Блестящий выступавший на этом US Open Каролин Возняцкий. Также поражает своей отличной игрой Екатерина Макарова. В четвертьфинале она обыграла белорусскую теннисистку Викторию Азаренко. Ранее Макарова выбила из борьбы нашу соотечественницу Зарину Дияс. Выступления казахстанки в парном разряде длились дольше. Она смогла дойти до четвертьфинала в паре с китаянкой Фан Сюй. На этом этапе они уступили паре Саня Мирза и Кара Блэк. В мужском разряде главным сюрпризом стал вылет четвертого сейного Давида Феррера. Он в четырех сетах уступил французу Жюлю Симону. Итоговый счет встречи 6-3, 3-6, 6-1, 6-3. В Италии прошла однодневная кольцевая гонка вокруг города Карнага. Трасса, состоящая из восьми кругов по холмистой местности, имеет протяженность более 200 километров. В горной классификации победа досталась казахстанскому велогонщику из команды «Астана» «Континентал Тим» и «Телегену Майдосу», преодолевшему дистанцию менее чем за 4 часа. Тем временем основное внимание всех велолюбителей последние три недели приковано к последнему гран-туру года в Уэльте. Главными претендентами на место победителя стали местные гонщики Альхандро Вальверде и восстановившийся после травмы «Тур де Франс» Альберто Кантадор. Наира Кентано сдал позиции после десятого этапа, потеряв драгоценные минуты после падения на этапе разделки. Среди команды «Астана» «Про Тим» лучший результат у Фабио Ару. На счету итальянца победа в 11 этапе с результатом 3 часа 41 минута и 3 секунды. А в общем зачете Ару закрепился в десятке сильнейших. Также отличился казахстанец Алексей Луценко, финишировавший вторым на девятом этапе. На сегодня это все, о чем мы вам успели рассказать. Смотрите программу «Спортпро» еженедельно на канале 24КЗ. Следите за нами в социальных сетях и будьте в курсе главных событий в мире спорта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА